Этого удалось достичь благодаря совместным усилиям Совета по делам инвалидов и администрации города. Проблемный вопрос на одном из заседаний, которое проходило под председательством заместителя главы Анапы Людмилы Марашовой, обозначила член Совета Марина Буковец. Управление здравоохранения обратилось с ходатайством в Краевое министерство, и вопрос был решен в пользу жителей города-курорта. Администрация в лице управления здравоохранения обратилась на протезное предприятие города Краснодара. Мы согласовали график приезда специалиста один раз в квартал. Поликлиника предоставляет бесплатное помещение. После проведенного ремонта у нас улучшилась доступность поликлиники для маломобильных граждан. Выделено на безвозмездной основе помещение для того, чтобы врач мог приехать и принимать этих пациентов. Медико-техническая комиссия будет заниматься вопросами индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Для этого выделен 116 кабинет поликлиники. Он полностью оборудован для нужд маломобильных граждан. Это вообще результаты, я считаю, усилий очень многих людей и очень многих организаций. Наша администрация, Горздрав, группа «Социальная справедливость» Народного фронта. У нас Светлана Викторовна Бессараб, наш руководитель, депутат Госдумы, она помогала. Я хочу сказать, что это бесплатно, понимаете, потому что платно выезжать, пожалуйста, и приехать они могли бы. Но у нас к нам будут приезжать бесплатно, это тоже очень важно. То есть для нас это, конечно, большой шаг, то, что вот мы этого добились. В первом полугодии приемы пройдут 26 апреля и 21 июня. Списки на участие в комиссии формируются по направлению лечащего врача в 201 кабинете, а также у председателя регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег» Марина Буковец.